Наследник империи Самсунг взят под стражу. Ордер выдал в суд Южной Кореи. Вице-президента крупнейшей компании обвиняют в коррупции, а именно в даче взяток близкой подруге президента на сумму в 36 миллионов долларов. Подробности у нашего собственного корреспондента в регионе Алисы Романовой. Вторая попытка для прокуратуры увенчалась успехом. Месяц назад суду вроде бы не хватило улик, но на этот раз ордер на рез 48-летнего Ли Джи Йона. Выдан вице-президент одной из крупнейших технологических корпораций мира, фактически ее глава. Аресту предшествовали 7 часов допроса, затем ожидания в специальном центре. Хотя он ставил и не такие рекорды. В середине января на вопросы следователей отвечал 22 часа. Но перед репортерами, собранной и застегнутой на все пуговицы, он всегда хранит молчание. Прокуратура подозревает вице-президента в коррупции и связывает его дело с делом главы страны ПАК КНХ. С декабря она отстранена от власти. Ли Джи Йон обвиняют в том, что в обмен на уступки он заплатил или обещал заплатить около 37 миллионов долларов компаниям, принадлежавшим Чхве Сун Силь, той самой подруге президента, которая, похоже, годами подсказывала ей, как управлять страной. По версии следствия, это была плата за реструктуризацию слияния двух компаний Самсунга. Так Ли Джи Йон мог получить контроль над империей. Де-факто он и возглавляет ее уже три года, после того, как отец, глава Самсунга, после инфаркта впал в кому. Адвокаты и сам Ли все отрицают, утверждая, это их компания жертва. Взносы она делала под давлением президента. Дело, конечно, деликатное, и прокуратура понимала арест фактически главы крупнейшей госкорпорации Южной Кореи. Нанесет удар не только по ней самой, по всей экономике. Но, как заявили там, истина куда важнее. Самсунг еще называют Чиболь, конгломерат, которым поколениями владеет или управляет одна семья, династия, при поддержке правительства государства в государстве. Вокруг Самсунга были скандалы, и его главу вызывали на допрос, но под арест не брали. Получается, компания не неприкосновенна, но и имидж ее слишком важен для страны. Но прокуратура обещала на этом не останавливаться. Я считаю, что добиваться ареста всех официальных лиц, которые связаны с Самсунгом, можно будет после допроса. Дожидаться решения Ли Джи Йон будет пока в тюрьме, недалеко от Сеула. Цель следствия в итоге, конечно, президент, который был объявлен импичмент. И Конституционный суд должен решить вопрос до лета. Либо восстановить ее полномочия, либо утвердить импичмент. Ну а следствие продолжается, идут допросы. Один из помощников по КНХ якобы признался, что действительно та передавала секретные документы своей подруге и позволяла ей править тексты своих речей. Следствие подозревает ее подругу в том, что та под видом заботы о спорте и культуре заставляла бизнесменов направлять в ее фонды огромные средства, а часть денег присваивала себе. Президент якобы была как минимум осведомлена о ее незаконной деятельности. Алиса Романова, Михаил Артюхин, Азиатское бюро вестей.